Здравствуйте дорогие наши зрители. К сожалению, хоть мы и живем, все в разных странах, но в данной ситуации все наши ведущие умудрились подхватить грипп. Что значит грипп Симоныш и он шляется по всем странам одновременно. Ну, слава богу, мы вернулись, вот мы снова с вами и с вами вновь мы для нас последними новостями о латиноамериканских актрисах и актерах. Ну, придется нам начать с грустного события. У меня Лорина Рохас, чудная актриса, которая всем нам запомнилась прекрасный ролик Исабеля Рою. У меня, к сожалению, она болела и вот какая она была, чудная девочка. У нее вроде бы, вроде бы, только все стало налаживаться. У нее был любящий жених, приемная дочь Лусьяна, маленькая, замечательная девочка. Вроде бы болезнь не вступила, но увы, увы, увы. Вот, она не видишь его. Ну, слава богу, что Лорина была по-настоящему счастлива, ушла легко, во всяком случае, так говорят ее друзья. Будем помнить ее как очень мужественную, замечательную женщину и хорошую, в общем-то, актрису. Ее самая потрясающая, шедевральная роль Исабелла Рою, это было нечто. Здесь она создала роль такой глубины силы, что всем запомнится надолго. И я не думаю, что какой бы то ни был ремейк сможет повторить, или какая-то другая актриса сможет повторить эту роль. Пара Пегро Савадор навсегда останется одной из самых наших любимых и выдающихся в жанре теми новеллы. По мнению многих критиков, эта пара переносла в сериальный жанр и вышла на более широкую, более важную арену. Я помню, я была в диком остырке от этой пары. Вот, но очень жаль, очень жаль ее. А теперь мы переходим к нашим обычным новостям. Дана Гарсия удивила всех несказанно. Она продемонстрировала обручальное кольцо и сообщила, что собирается замуж. Вот это номер. Интересно, а кто же жених, а девочки, мальчики? Лично жизнь до них ты успешно не назовешь. Ее первый жених остался с ней после съемок в «Хищниках». Официальная версия была загруженность актрисы работы, а неофициально был бурный роман на съемочной площадке с Марвисом Марво. И оба на эту тему высказывались настолько странно, что вопросов осталось больше, чем было получено ответы. Потом она осталась со вторым женихом, известным колумбийским политиком. Колумбийская пресса писала тогда, что отношения были весьма-весьма неоднозначные, и что речь о свадьбе в общем-то никогда и не шла. Затем у данных был то ли роман, то ли рекламная акция с фонатаном Исласом. Героя романа все отрицала застенчивая, но делала очень тонкие намеки на то, что роман существует, и ох, еще какой! Ой! Ну, кончилось все очень быстро. Однако добыло публику появление Даны об руку с хуяном хилем. Ой, репутация мужика настолько неоднозначна, что поклонники Даны немедленно стали в депрессию. Вот, и вообще, что это было, никто не понял. Как там поются песни, мы странно встретились и странно разойдемся. Вот, встретились они очень странно и так же странно разошлись. Ну, а теперь Даны новый роман. Вот, может, какой-то хорошо забытый старый. Очень уж нам любопытно, кто этот счастливец. Надеемся, Даны не будет долго таять публику и расскажет, кому ему повезло поиски ее под венец на этот раз. Ну, женщина она красивая, так что все хорошо. Всеобщий любимец Мюрилу Бенисио продемонстрировал в публике новые таланты свои. Оказывается, Мюрилу не только талантливый разнослабленный актер и звезда глоба, он еще и успешный промышленник. Последние несколько лет он увлеченно занимается сельским хозяйцем, а точнее коробками. Мюрилу один из основных хозяев компании Агрокопа. И со своим партнером по бизнесу владеет по зимбе площадью 650 гектаров. Агрокопа занимается разведением и продажей молочных коров молочной породы ГИР. Разновидность индийских коров зебы. И они какие-то интересные, видите. Причем дела идут так успешно, что Мюрилу собирается прикупить площадь новую и расширить по землю. А сына Яева, Антония Петрова, очень любят проводить выходные дни на природе воплодениях папочки. Король, конечно, роскошный. Очень красиво смотрится. Занятие сельским хозяйством никак не мешает арктистической карьере Мюрилу. С мая месяца он будет сниматься в новой, с нейчасовой новой ледовкой по карьере Бразилии. Идеальный ролик. Мюрилу играет компьютерного гения Жонаса Марра, бразильского стиля Джобса, сделавшего блистательную карьеру из США, кумира многих тысяч поклонников новинок в области хай-тек. Вот как он смотрится, он помолодел. Для новой роли Мюрилу кардинально поменял имидж. Построенел больше, чем на 10 кг и помолодел. Да, вот так и помолодел. Но вопрос у любопытных журналистов, как ему удалось добиться таких потрясающих результатов, он говорит, ребят, да я просто перестал пить виски за обедом в последние год-полгода. И вот сразу же все стало хорошо. А мы-то думали, как вот, вот рецепт. Лишняя жизнь ему Мюрилу тоже все прекрасно. Он счастлив со своей возлюбленной актрисой Дебурой Колодой. Но смотрите, ребята, там еще трех лет не прошло, поэтому пока у них счастье разливанное. Но мы прекрасно знаем, что больше трех лет он женщиной не живет. Еще одна дама избавилась от дурной привычки пить виски за обедом. И не только за обедом. Известная телеведущая Кристина Саралегий. Она признала, что была алкоголичкой, и из-за этого пагогного пристрастия потеряла свою работу, потеряла свое шоу, не неси он. И это все после 21 года непрерывного сотрудничества, после персональной звезды на аллее Славы в Голливуде. Желание выпить было настолько сильным, что семья была вынудила что-то с этим делать. Слава Богу, Кристина оказалась в достаточно сильном характере, и она смогла свою дурную привычку преодолеть. Что еще вызывает уважение, так это то, что она говорит о своем алкоголе, и тем самым дает людям надежду, что все это решаемо, особенно если есть поддержка семьи. Вот такая вот она, симпатичная женщина. Упитанная и где-то даже воспитанная. А вот, Слава Беременна, и сама это подтвердила. Будет у нас маленький молоденок. Ее жених, Херарда Ковенова, очень счастлив. Они вместе уже около двух лет, и скорее всего будет свадьба. Ну, а может и не будет. Кто это знает? Ну, почему, почему красивых женщин выбирать себе таких, мягко скажем, не сильно красивых мужчин? Симе 36 лет. Она очень успешная актриса, и чуть менее успешная бизнес-миней. Дело в том, что ее ресторан не дает больших походов, но, безусловно, безусловно, беременность ее очень обрадовала. Пора уже. А утром, Фаэлла Майор отлеживая свою свадьбу с Ангеликой Силая. Говорит, что работы много. Некогда говорить. Причем, ну, совсем некогда. У него сейчас сам сенокос, а свадьбу может и подождать. Вопрос в другом. Может ли подождать Ангелика? Она такая красивая женщина. Что ей ждать в море погоды? Спрашивается. Габриэль Валенсуэлла, бывший муж Айлины Хекки, продолжает дом жуанствовать. И на свой раз он выбрал девушку покрасивее. Это Олега Ортис, королева красоты и телеведущая. Вот, они весело проводят время, все замечательно, но интересно, а что же скажут с урами Пасквайлы, даму с миллионным состоянием, которая заменила ветреному парнишке, Айлину Хику? Или у него уже нет миллиона? Ну, тогда, ой, тогда, конечно, пора поискать следующую даму сердца. Стесняемся спросить, это уже период, когда Габриэль Суто еще норовит за женский щелк, или морально созрел и готов за активительное содержание. Ну, ну, пожелаем увидим. На этом все. Сегодня подписывайтесь на наш канал. До свидания. Удачи. Комментируйте. Чао-чао. Комментируйте.